добрый день честной народ давно я не писал ничего ну собственно говоря саудовской аравии ничего не записывал вот было на то ряд много причин ряд причин их достаточно много основная из которых это скорее наверное проблемы с трудоустройства с работодателем саудовской аравии те кто знает кто не знает вот про трудности трудоустройства в саудовской аравии можете посмотреть на моем канале в предыдущих сериях там я не буду сейчас там пальцем сюда туда показывать как это обычно вот посмотрите поищите она там все серии подписаны поэтому посмотрите вот трудным трудности собственно с чем были связаны я пять месяцев с июня по с июля по начало декабря я в саудовской аравии находился ну фактически в состоянии заложника это не было там естественно каких-то там моментов что я был ограничен в этом в пространстве то есть там я не сидел естественно не в яме не в подвале не в каком-то но ограничен был в передвижениях по стране вторую там часть там сентября до декабря 9 по декабрь я провел в джеде не выезжая потому что небо ну было опасно выезжать вот после этого я благополучно вернулся в украину небольшое отступление если у кого-то есть проблемы за границей но наверное последнее место куда куда бы я стал обращаться это все-таки наш наши под наши посольство потому что если говорить про посольство украины в саудовской аравии во главе с с послом глубоко неуважаемым мной вахрушевым вадимом владимировичем который ну по сути наверное находился в сговоре с тем человеком который меня держал в ограничивал так сказать мое передвижение ограничивал мой выезд за граница за пределы саудовской аравии вот ни одного легального способа покинуть страну предложено послом не было были только исключительно нелегальные способы которые меня бы в случае если бы они не прошли меня обрекали просто на тюремное заключение саудовской аравии вот поэтому вот это последнее место куда бы я обращался украинское посольство потому что даже когда мне грозила опасность я позвонил послу сказал что не грозит опасность могу ли я переночевать одну ночь посольстве как гражданин украины на мне ответили ты же совсем больной это секретный объект это режимный объект ты туда на ночь ну естественно нет иди там гуляй вот поэтому вот это тот тот мой опыт который есть в общении с нашим посольством вот относительно того как я потом ну я уехал ну там через суды все легально получилось так что с помощью нормальных добрых людей хороших я все-таки покинул солдовскую аравию вот и вернулся в украину это было 5 декабря семье вот побыл я здесь месяц и поехал работать в эмиранты в эмирантах поработал три-четыре месяца до апреля вот и вернулся в украину чему несказанно рад потому что потому что здесь семья потому что здесь дом здесь близкие здесь друзья поэтому вот такая вот история потом пришлось мне поменять работу работал я на мироновском хлебопродукте работал на мироновском хлебопродукте потом августе этого года я ушел с мироновского хлебопродукта стал работать в компании группам инвест вот все что это однозначно к лучшему потому что есть у меня определенные соображения относительно того что происходит там в мхп но это мое личное вот этим я распространяться не буду вот а так в целом все отлично все хорошо ну вот это если касаемо в целом там в целом жизни а если касаемо ситуации в стране то у меня тоже есть поэтому походу особое мнение что не все у нас хорошо то что произошло конечно очень печально провели переписи идиотов оказалось 73 процента это такое жизнь по рассудит главное чтобы главное чтобы как была победа было было окончание этой войны именно нашей победой другой вариант это только нашим поражением тогда всем нам будет очень и очень плохо вот поэтому начинаем кто-то продолжает кто-то начинает бороться как-то очень критично сейчас стал относиться к всему российскому ну как бы российскому российскому средством массовой информации то есть вот в частности вчера был покупал жене утром кофе в этой в кофейне под домом захожу звучит музыка электронная вот после музыки начинается реклама про какой-то про макдональдс на пятницкой какую-то акцию про гамбургеры по три рубля я так прислушался слушаю это радио энерджи москва вот и ну как бы я попросил хорошо хоть адекватная реакция была персонала не рада конечно переключайте мы типа мы не сознательно я говорю ну ребята ну как не сознательно нельзя не сознательно шестой год войны идет у вас российская радиостанция здесь крутится давайте россия 24 там поставьте еще на ну короче есть куча моментов и за то время уже что я в украине нахожусь очень много было разных встреч истории с ватанами как мы их называем ну такое конечно обидно печально но я надеюсь что мы это все переживем и победим и все у нас будет хорошо вот что еще зима теплая я сезон мотоциклетный ну я не знаю как можно считать закрыл закрыл 16 декабря я катался последний раз в прошлом году в этом году еще не катался хотя породников было таких что можно было бы катануть вот очень интересно и я тем кто там посмотрит меня я вот могу сказать что записывайте видео оставляйте их на на ютубе просто даже закрытыми потом закрытыми для общих просмотров потом ребята я вам гарантирую вы получите массу удовольствия от того как вы посмотрите свои видео через там два года потому что я сейчас смотрю на те видео которые писал в саудовской аравии блин это реально очень круто это воспоминание и то что вот как мы с ребятами там что там было это очень интересно и круто вспомнить и потом показать там вот этом детям показываю сейчас вот им уже интересно но и саудовская аравия сейчас стала открытой более открытой то есть сейчас за 100 долларов можно получить на визу на туристическую поехать я всем реально советую туда поехать очень много посмотрите есть очень много блогов про саудовскую аравию на самом деле очень красиво интересная страна со своими перегибами у нас тоже хватает но я советую это не так дорого стоит и на самом деле это вот очень круто поэтому записывайте сохраняйте эти какие-то свои жизненные моменты и потом пересматривайте это такие теплые приятные воспоминания и это очень реально вот круто я это оценил вот я постараюсь тоже как-то ну не то что развивать я не хочу развивать нет ну мне не надо развивать youtube канал тем более я не ютубер не и влогер вот так что-то интересное опять-таки как я говорю записывать для себя для своей семьи это вот и оставлять для того чтобы потом как-то посмотреть вот это интересно это реально полезно ценно и хорошо там развитие поэтому буду дальше писать видео про то что происходит нас жизни если кому-то интересно что происходит мое мнение по поводу политической ситуации тоже могу рассказать а так в целом с целом все отлично и все хорошо главное не падать духом главное чтобы рядом была семья любящие люди друзья и тогда все будет на пятерочку поэтому всем добра до новых встреч в эфире